Библейский портал экзегет.ру представляет А когда, когда, когда? Очень хочется поскорее, ведь он же уничтожит все зло, он же нас прославит. Что касается временных сроков, братья, даже нет нужды вам писать, ведь вы сами твердо знаете, что день Господень приходит, как вор в ночи. Ну, евангельские такие, здесь есть цитаты, да, или пересказы из Евангелия. Конечно, им хочется знать, он говорит, да вы же сами все знаете. Вот как он их старается поддержать, ободрить, даже там, где он говорит им, ну, не те вещи, которые они хотели бы слышать. А вы, братья, не бродите во тьме. Когда будете говорить «мир и безопасность», тогда постигнет их внезапная погибель, словно роженицу схватки, и некуда будет бежать. А вы, братья, не бродите во тьме, чтобы этот день застал вас врасплох, как вор. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не причастны ночи и тьме, так что не будем спать, как остальные, а будем бдительны и трезвы. То есть, смотрите, день Господень приходит как вор ночью, такой странный образ, да, почему-то самый хороший, сравнивается с не очень хорошим. Но здесь сравнение, конечно, неожиданность, да, основание для сравнения, полная неожиданность. День Господень приходит тогда, когда никто его не ждет, когда все спят. Но вы-то не спите, да, то есть не очень важно когда, а важно в каком состоянии будете в этот момент вы. И дальше этот образ ночи развивается. Кто спит, спит ночью, кто пьянствует, пьянствует ночью. Да, то есть состояние либо бесчувственности, либо такой увлеченности собственными удовольствиями, развлечениями. А мы принадлежим дню, давайте же будем трезво и облачимся в доспехе веры и любви, а шлемом нам будет надежда на спасение. То есть мы не просто не спим и не пьяны, а мы солдаты, мы воины в бою, и у нас есть соответственное вооружение. Поэтому воин в бою не задает вопросов, когда там будет наступление, отступление. Он может об этом, конечно, думать, но он исполняет свой долг. Вот, собственно, то же самое христианин. Он не размышляет о том, когда все это произойдет. «Ведь мы у Бога не для того, чтобы на нас пролился его гнев, но чтобы нам обрести спасение благодаря Господу нашему Иисусу Христу». Смотрите, ну, понятно, что мы хотим обрести спасение, если говорить о верующих людях. Он говорит, да и у Бога мы не для того. То есть Бог нас для какой-то цели поставил в это положение. И уж не для того, чтобы все с нами было плохо. Спасение – это часть его замыслов. И оно обретается, вечная тема Павла, благодаря Господу Иисусу Христу. Он умер за нас. Чтобы мы бодрствуем или спим. Возможно, здесь идет речь не о тех, кто спит, вот как метафорически только что было сказано, то есть в бесчувственном состоянии проводят время ночи, но скорее про живых и мертвых. То, что в конце четвертой главы было. Бодрствующие живые и спящие усопшие. Бодрствуем или спим, жили вместе с ним. И вот, собственно, детали не важны. Важно главное. Поэтому ободряйте друг друга и наставляйте один другого. Да вы так и поступаете. Вновь и вновь он им дает этот кредит доверия. Мы просим вас, братья, признавать тех, кто трудится ради вас, кто ведет вас за собой в Господе и наставляет вас. Воздавайте им огромным уважением и любовью за то, что они делают. Меж собой храните мир. Призываем вас, братья, наставляйте беспутных, ободряйте малодушных, поддерживайте немощных и ко всем будьте терпеливы. Ну, вот здесь уже такие заключительные наставления. Признавать наставников и учителей, уважать их. Меж собой хранить мир. А беспутных наставлять. Молодушных ободрять. Немощных поддерживать. То есть, а вот те категории, которые не вписываются в радужную картину. Беспутные, те, которые сами сбились с пути, не хотят. Молодушные, ну, вот им не хватает душевных сил, у них депрессия. Надо их как-то ободрить, надо чем-то их поддержать. А немощные, у кого просто совсем силы кончились, их тоже поддерживать. Значит, в зависимости от того, по какой причине человек выпадает в осадок, да, вот разное к нему отношение. И общие принципы. Постоянно радуйтесь. Непрестанно молитесь за все, благодарите. Такова воля Божья о вас во Христе Иисусе. Может быть, самый неисполняемый призыв Павла по всем Новом Завете. Постоянно радуйтесь, непрерывно молитесь за все, благодарите. Радуйтесь хорошему. Молитесь, когда что-то нужно. Благодарите за то, что получили. Это способ жизни, обычный для человека, но радоваться постоянно, чтобы не происходило. Молиться в любой ситуации, когда есть, пить, спать. Значит, очевидно, молитвой называется не произнесение некоторых текстов, но некоторое расположение человека, некоторый образ его жизни, когда он все время обращен к Богу, даже когда он ест или спит. Спим ли мы, бодрствуем ли мы, он говорит, мы со Христом. И за все благодарить. А как благодарить за побои, за заключение? Вот как Павел умудряется это делать, за страдания, причем незаслуженные? Вот потому что это какая-то единая часть христианской жизни, потому что христианин – это человек, описывает Павел, которому всегда хорошо, потому что он с Богом. Ему нельзя сделать плохого. И это не просто способ, такой позитивный настрой, так жить удобно и хорошо. Такова воля Божья у вас во Христе Иисусе. То есть Бог этого от вас ждет. Духа не угошайте, пророчествами не пренебрегайте, все испытывайте и придерживайтесь доброго, а зла в любом его виде сторонитесь. Возможно, еще были такие проблемы, что филиппийцы, филосолоникейцы относились как-то настороженно к пророчеству, к каким-то еще вещам, к каким-то проявлениям духовной жизни, которые были им непонятны. Не угошайте духа. Дух дышит где хочет, и пытаясь его ввести в какие-то жесткие определенные рамки, вы можете тем самым его угасить, пренебречь пророчествами. Поэтому испытывайте все, одержитесь хорошего и сторонитесь зла. «Сам Бог, дарующий мир, всецело да осветит вас, чтобы и дух ваш, и душа, и тело целиком сохранились непорочными до дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Кто призвал вас, верен в себе и все исполнит». Вот, собственно, старайтесь, 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 а Господь пусть вас защитит, сохранит, сбережет до этого самого дня пришествия в этом благом состоянии. То, что Павел в послании к филиппийцам называл «совершайте свое спасение, Бог производит вас и хотенья и действия». Ну и заключительное приветствие, братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев святым поцелуем, заклинаю вас Господом, прочитайте послание всем братьям, то есть фессалоникийцам, а может быть и каким-то другим общинам направьте его. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Ну вот, мы прочитали первое послание к фессалоникийцам, второе, может быть, чуть-чуть менее позитивное, первое просто бьет ключом радость, но по содержанию очень похоже, его обязательно прочитаем тоже. «Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами».